Пробежуточные выборы в Конгресс США. Экскурсия по медиа-центру Универ ТВ. Очень понравилась доска, на которой можно в прямом эфире записывать какие-то важные мысли и проводить свои лекции. Пожалуй, это подчеркну и предложу купить точно такую же. День народного единства в КФУ. В наше непростое время каждый праздник, тем более по такому поводу, всегда объединяет. Всем привет! В эфире Универ Ньюз, а в студии Ария Наполенова. В Институте геологии и нефтегазовых технологий КФУ состоялся шестой чемпионат по решению геологических кейсов среди школьников. Кейс ЮГЕО 2022. Целью соревнований является популяризация геологических знаний среди учащихся в привлечении внимания проблем геологии и ее роли в современном обществе. В этом году тема мероприятия стала «Тайны Черного моря». Там учащиеся с 7-11 классов представляли оригинальные решения актуальных проблем геологии. Это не какая-то там олимпиада, это не конференция, это кейс-чемпионат. Их для школьников проводится, ну, скажу честно, не так много. Но здесь вы можете познать новую форму вот такой вот конкурентной научной борьбы. 8 ноября стартуют промежуточные выборы в Конгресс США. Каковы шансы на победу, каждый из партий расскажем далее. 8 ноября в Соединенных Штатах Америки состоятся выборы в Конгресс и Сенат. Они характеризуются как промежуточные, поскольку отличаются от основного выборного мероприятия – выборов президента. Однако их значимость от этого нисколько не уменьшается, потому что в ходе этих выборов полностью переизбирается Конгресс США и меняется треть сенаторов. На данный период времени большинство мест и в Конгрессе, и в Сенате имеют демократы. И выборы имеют следующую динамику, что демократы это большинство могут потерять, и большинство мест может перейти к республиканцам. В Конгрессе это более вероятно, в Сенате расклад сил более сложный, но тоже такая возможность может быть, что большинство перейдет к республиканцам. В связи со стремительно приближающимся к горячим временем ряд американских СМИ заявил, что Россия пытается вмешаться в промежуточные выборы в Конгресс. Аналитики обратили внимание, что в конце лета в социальных сетях активизировались фальшивые аккаунты, публикующие контент, направленные на дискредитацию демократов. По мнению экспертов, эти профили связаны с Россией. В качестве примера приводят учетную запись на имя Нора Берка в соцсети ГАП, популярной среди консервативной аудитории в США. В этом аккаунте в последнем месяце появилось несколько постов, очерняющих президент США Джо Байдена и других представителей демократической партии. Также автор жаловался на происходящий ныне политический конфликт между двумя нам известными странами. Ничего такого удивительного нет, но совершенно понятно, что это малоаргументированная попытка на фоне общей критики российской политики набрать какие-то дополнительные очки своим кандидатам. Поэтому в основном такие заявления делает демократическая партия, которая, видно, что ее популярность снижается. И чтобы дискредитировать республиканцев, они бросают вот такие заявления. В условиях нестабильной политической ситуации многих на сегодняшний день интересует вопрос, как итоги выборов скажутся на поддержке Украины в конфликте с Россией. По словам эксперта, нынешние выборы вряд ли изменят общую политику США в отношении данного вопроса. Тем более, что в октябре текущего года принята новая стратегия национальной безопасности Соединенных Штатов, в которых прописан алгоритм действий Соединенных Штатов на ближайшую перспективу по украинской проблеме. Поэтому ожидать того, что промежуточные выборы изменят общую политику США на этом направлении, не приходится. Сегодня американская социологическая система фиксирует снижение популярности президента Байдена, который является представителем демократической партии, и общее снижение доверия к партии в целом. Таким образом, шансы республиканцев на победу достаточно высоки. Казанский федеральный университет провел экскурсию по медиа-центру для коллег из разных вузов страны. Подробнее расскажет наша съемочная команда. Казанский федеральный университет посетила делегации студенческих СМИ из разных вузов страны. Изначально ребята приехали в Карбоновый полигон, созданный Миноборнауки России, в сотрудничестве с Казанским университетом. Решение о создании полигона было принято еще в марте 2021 года. На сегодняшний день он и функционирует. Туда ребята отправятся в один из дней пребывания в Казани. Добро пожаловать на универ ТВ. В начале встречи для ребят была проведена непосредственно сама экскурсия по павильонам телеканала. Журналисты побывали в двух студиях универ ТВ, узнали о том, как устроен телеканал изнутри. Работники телеканала рассказали о производимом контенте и о том, как происходит техническая часть его создания. Экскурсия потрясающая. Большое спасибо Казанскому федеральному университету, работникам. Мы видим, что у вашего молодежного студенческого СМИ есть хорошая поддержка от университета, что не может не радовать. И мы видим, как работники и студенты вместе работают над созданием контента не только для своего студенческого СМИ, но и, наверное, для всей Казани. Это очень здорово. Очень впечатлила ваша студия. Очень понравилась доска, на которой можно в прямом эфире записывать какие-то важные мысли и проводить свои лекции. Пожалуй, это почерпну и предложу купить точно такую же. Нашающий этап экскурсии состоялся в шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций, где Ильдар Каримов рассказал об истории создания телеканала. А затем директор Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций Леонид Толчинский рассказал ребятам об историческом прошлом журналистики и ее современном состоянии. Достаточно хорошая возможность показать нашим же коллегам-студентам, интересующимся и занимающимся медиа, что имеет в своем арсенале в этой подготовке медиадеятельности Казанский университет. В конце экскурсии ребята задавали множество уточняющих вопросов, что позволяло им больше углубиться в суть телеканала Универ-ТВ. Мы будем надеяться, что такие мероприятия станут началом обмена опыта и знаниями с ребятами, с которыми они успели познакомиться за время, проведенное в стенах Казанского федерального университета. Адалина Абдрахманова, Александр Кузнецов, Универ-Ньюс. В Институте международных отношений Казанского федерального университета прошло мероприятие, посвященное системе мусульманского духовного образования в России. Подробнее в сюжете. В Институте международных отношений Казанского федерального университета прошло мероприятие, посвященное лицензированию религиозных учебных заведений. Цель семинара в первую очередь выразилась в обосновании механизма внедрения гуманистических традиций ислама в повседневные формы организации досуга в учреждениях культуры и учебных заведениях. Это и метрисе среднепрофессионального образования, это вузы. Естественно, мы находимся в едином правовом пространстве, в едином образовательном пространстве. И поэтому, естественно, надзорные органы, это Министерство образования регионов и Российской Федерации и другие проверяющие органы, Министерство юстиции, они от нас требуют те же, что и светским учебным заведениям. На семинаре присутствовали и выступали специалисты из Министерства образования, эксперты и религиозные деятели. Обсуждались вопросы сферы образования для грамотного выстраивания работы. Я думаю, для религиозных учебных заведений это очень важно, чтобы они правильно устроили свою работу. С этой точки зрения мы должны четко знать о российском законодательстве, как организовать учебный процесс. С этой точки зрения семинар является очень важным. Напомним, что данный семинар проводился совместно с Казанским федеральным университетом. По словам Рафика Мухамедшина, организация подобных мероприятий важна для просвещения молодежи. Амир Ахтямов, Александр Кузнецов, Универньюз. День народного единства. Праздник, во время которого в России и за рубежом проходят крестные ходы и многотысячные массовые шествия, а также праздничные концерты, флешмобы и митинги. А что же подготовил набережный Челнинский институт Казанского федерального университета для студентов и преподавателей? Смотрите далее. 3 ноября в набережную Челнинском институте Казанского федерального университета прошел ежегодный концерт в честь Дня народного единства. Традиционным открытием торжественной части концерта стали приветственные слова заместителя директора по воспитательной и социальной работе набережного Челнинского института Казанского федерального университета Валерия Гусева, который подчеркнул важность праздника Дня народного единства, напомнил его историю, а также поблагодарил всех присутствующих студентов. Этот праздник очень важен, потому что он объединяет студентов нашей страны, граждан нашей страны, а также ребят, которые приезжают из ближнего и дальнего зарубежья. И сегодня в зале был полный зал, прекрасная атмосфера, атмосфера праздника, и эта атмосфера, она помогает нам дружно жить. Гости мероприятия смогли насладиться выступлениями творческих коллективов «Саяр», театра танца «Дом», «Чизкейк», а также новой группы «Нино», но и пройти несколько интерактивных конкурсов и разгадать загадки. В наше непростое время каждый праздник, а тем более по такому поводу, всегда объединяет. Студенты набережного Челнинского института Казанского федерального университета как всегда смогли показать свою сплоченность, ум и наблюдательность, отлично справляясь с каждым конкурсом или заданием, а также просто приятно провели время. Праздник День народного единства важен для России. Это повод для граждан страны с многонациональным составом почувствовать себя единым народом. Алина Красильникова, Центр медиакоммуникации набережного Челнинского института Казанского федерального университета «Универа Ньюс». В День народного единства президент России Владимир Путин присудил представителям Казанского федерального университета государственные награды. Директор Института международных отношений КФУ Рамиль Хайрудинов удостоен медали Ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. А председатель правления Российско-исторического общества, исполнительный директор фонда истории Отечества, научный руководитель НИЛ КЛИО Плюс, Института международных отношений Константин Могилевский, Ордена Дружбы. Студентка второго курса Института дизайна и пространственных искусств Казанского федерального университета Альбина Аминова выиграла грант в размере 1 миллиона рублей на создание онлайн-школы Ханны Кунеле по развитию народных и художественных промыслов России. В Казанском федеральном университете состоится телевстреча с официальным представителем, директором Департамента информации и печати МИД России Марии Захаровой. Тема информационные компоненты в дипломатической деятельности в контексте напряженной геополитической обстановки, Карибский кризис, современная ситуация. Трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальной странице университета в социальности ВКонтакте, а также на канале Универ ТВ. На этом все. В студии была Ариана Поленова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова